Умница моя. Умница. Доброе утро. Мои любимые доброе раннее утро. Времени, не знаю, наверное, часов 6. А может уже и 7. Я встала в 5. Выспалась. Уже немножко поприбирала. Уже немножко посуду помыла. Сейчас с Хоритой пойду кисунь. Что-то там стойка у тебя какая. Вот такая вот красотка. Она, по-моему, написала на стенку. Ну, что? Помою. Что же делать? Да, походу, она что-то как-то то ли так писает, то ли метит. Вот. Может, поэтому ее девушка и отдала, что она так не 100% попадает в лоточек. Ничего, научится. Ну, такое утро начинается. Начинается. Попываю ботиночки. Меня кто-то попросил рассказать, как я познакомилась со своим не первым хохлом, а вторым ливанцем мужем. Привет, Мурмяу. И я уже вроде бы где-то рассказывала в каком-то видео. Но люди говорят, что очень долго искать и так далее. Начистила свои ботиночки, как новый рубль. Залезла в гардинку. Ты сейчас же опять оборвешь. Чудушка моя любимая. Давай так сделаем. Пусть у тебя окошко открыто и комнатка проветрится. Надо посмотреть, сколько на нее. Убери телефончик. Убери телефончик второй. Красотища. Не знаю, сколько градусов. Сейчас посмотрим. Мурмяу, что кричишь? Ты ж покушала. Съела она уже. Солик. Кормик. А мне надо надеть эту тепленькую еще. Ищу свой телефон. Тетютик. Все, одеваюсь. Что ты меня провожаешь? Я сейчас быстро приду. Солнышко. Схожу. Все, надела. Надела кофточку. Схожу в этот самый. В магнит. С хоритой. Куплю ей корм. Кто-то 50 рублей прислал. Я даже не знаю, кто. Спасибо большое. Чего? Да, тебе. Тебе. И у меня не видно в Сбере, кто прислал. Как раз ей на два корма. И Наташка. Подружка моя, Зыряного, тоже прислала ей на корм. Так что куплю три. Сразу. Гулять так гулять. Моя китичка. Пошла. Ждет. Уже. Уже ждет. Морд довольный. Морд довольный. Загружаю на дзен видео. Что-то оно вообще не загружается. Ну, значит, не надо. Давайте посмотрим, что у нас. Среда. Двадцать шестой. Ну, вот, как я и сказала. Семь без шести. Ясно. Один градус тепла. Ничего не видно. Снимай. Двадцать пятое октября. Так. Вообще тормозит. Не хочет. Не выключаться. Не включаться. Он выключился. Слава богу. Все, солнышко. Сейчас надену курточку. Уйдем. Ждать. 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 Пошли. Си. Дети. Молодец. Си. Дети. Молодец. Доброе утро, мое любимое. Доброе, прекрасное октябрьское утро. Идем. Среда. Среда. Видите, какое небушка. Все. Уже светает. Красотища. Лисечка. Сюда. Пойдем. Солнышко золотое. Ждать. Машина. Ждать. Машина. Едет. Пойдем. Сзади еще одно. Сейчас рано. Много-много машин. Потому что все едут на работу. На работу. Как в этом анекдоте. Помните? Коль. Коль, вставай. Шо, опять? Да не, на работу. На работу. На работу. Вот такой вот утренний прекрасный анекдот. Ну, а теперь, как и обещала по вашим просьбам, рассказываю, как вы познакомились с моим бывшим супругом Мухаммедом Османовичем Хабли. Люсь, идем. Шел 1993 год. Зима была очень-очень снежная, холодная. Я работала... Мне было тогда 22 года. Я работала проводницей пассажирских вагонов. Ездила на Ленинград. Свой любимый, ныне Санкт-Петербург. Вот. И иногда меня ставили на Москву. В том году, вот этой вот очень холодной зимней зимой, очень много девочек болело. Боже, какое там небо. Это что-то. Оно какое-то сиренево-фиолетовое, непонятное. Очень красиво. Сейчас туда дойдем. Может, видно будет. Пойдем, солнышко. Что ты там уже жрешь что-то, что ли? Пошли. Вот. Меня ставили иногда одну на два, а то и три вагона. Потому что девчонки болели. Кто гриппом, кто ОРВИ, кто чем. Вот. Кто-то там рожал в декрете был. Кто-то еще что-то. Мы ездили все время вместе с Иной. С моей подругой. И вот в этот раз Ина тоже не вышла. Мы с Инкой иногда брали шесть вагонов. И вот, например, ночью она спит два часа. Или сколько у нее там пересып. А я на все эти шесть вагонов бегаю. И на двух из них открываю на полустанках на каких-то дверях. А зима была такая, что снега было там чуть ли не по пояс. И замерзали все трубы под вагонами, по которым шел теплый воздух. И вода, и так далее. И нас иногда ставили на много часов и ночей где-то между городами. И мы там буквально замерзали. Это как один год мы ехали как в консервной банке. Жара была, как в пустыне Сахары. Там кому-то было плохо. Мы скорую вызывали бабушке какой-то. У нее там сердце прихватило от жары, от духоты, от всего. И на какой-то станции скорая ее забрала. Вот. А здесь наоборот была такая жарина. Все, уже цвет неба изменился, пока мы дошли. И вот я бегала с грелкой. Такая горела, такая грелка у меня в руках. Пойдем, Люсь, пойдем. И я лазила под этими вагонами с шестью. Чуть ли там не по пояс. В снегу мороз, снег, холод. И я была в коротенькой, в такой юбочке, в рубашечке голубенькой. И даже на каких-то станциях умудрялась выходить, открывать двери вагона в пилоточке. И ползала под вагонами, отогревала эти трубы, чтобы они не полопались и чтобы люди не замерзли в вагонах. Я помню, у меня столько было благодарственных писем. У нас была как книга жалоб и предложений в советское время. И там все-все-все люди, пассажиры мои, писали свои отзывы, благодарности, отклики. Или кто-то, кому что не нравилось и так далее, и так далее. И нам в советское время, вы вот себе даже представить не можете. Там за 50 или за сколько-то благодарственных писем нам платили какие-то премии. Вот реально, у меня всегда, я получала премии всегда больше, чем зарплату. Ну и еще в 90-е был такой заработок. Мы на юге там где-то с каких-то деревень, с Украины, ну тогда это все было, Советский Союз. Брали какие-то абрикосы, яблоки, груши, сливы целыми наволочками. А иногда нам бабушки ссыпали из деревень прямо в купе в наше. Вот. И у меня иногда полкупе было засыпано какими-то там полуспелыми персиками и абрикосами. И запах стоял охренительный. Да нельзя собачку, пошли, сказала. Пошли. И потом, когда мы через двое суток подъезжали к Питеру, к Ленинграду, мы там на подъезде продавали. Такие же бабушки выходили из каких-то припитерских городов, маленьких, каких-то там провинциальных и так далее. И все это скупали. Если мы, например, покупали где-то там килограмм этих жердель или абрикос за три рубля, то этим бабушкам мы уже продавали там за семь или за десять. И навар был охренительный, потому что мы реально возили тоннами. И я помню, у меня в 92-м, 3-м, 4-м, 91-м у меня всегда, когда я приезжала из рейса вот через сколько-то там суток, у меня всегда были полные карманы денег. Вот я не шучу, в прямом смысле. Вот. И я тогда, помню, за пару лет полностью сделала ремонт в своей трехкомнатной квартире, которая была 50 метров. Затем застеклила лоджию у нас в доме ни у кого, только у майорши Галины была застеклена лоджия и у меня, потому что это было очень дорого. Люсь, ты тут ждать. Я быстро слышала. Садись, садись. Сидеть. Давай. Да, блин. Сидеть. 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 Сидеть ждать. Сидеть. Люсь, садись. Молодец. Сиди ждать. Сейчас приду. Молодец. Ждать я быстро. Куплю этот самый корм. Юльке хлеб. И назад. Как тут пахнет все. Уже понапекли. Всякой свежоты. Смотрите, мои. Где тут Юлькин хлеб? Быстрее, Люся. А то моя харита убежит. Не знаю, свежий нет. А другого нет. Какое число? Двадцать восьмое. Скажи быстро. Двадцать четвертый. Там нормально. Что еще? Еще она сказала для этого. О, господи. Салфетки. Где салфетки? Не вижу. Так. Это я возьму. Дурындачки лосось. Парочку. Так. Что салфетки? Где? А, там. Как. Вспомнила. Парочку потом захочет. Еще купит. Так. 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 Здрасте. Вот. Моя любимая. Ждет. Моя птичечка золотая. Моя умница. Моя умница. Ирочка ждала. Молодец. 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 Пойдем. Пойдем, моя радость. Мы снимали с тобой уже 15 минут 51 секунду. Подожди, Лесечка, сюда. Ну ладно, давай сюда. Как скажет. А не бойся. Женщина несет палку. Ахурито прям вся замерла. Пойдем. Нет. То не твое мяско. То не твое. Тут собачкам бездомным. Твое дома. Пойдем. Пойдем, Люсь. Вот. И, в общем, я никак не это самое, не вступлю в рассказ. В общем, да нельзя же. Уже как посветало. Посветело. В общем, я ездила как, не знаю, как лошадь ломовая. И с собой возила дочечку. Ей тогда было что-то около двух лет. А я ее возила с годика и до трех. Даже когда уже познакомилась со своим новым супругом и поселила его в Мариуполе у себя в квартире. Я брала с собой малую, ну, первое время точно, наверное, полгода, потому что я, ну, как-то боялась. Мой ум не позволял мне оставить Иришку вот этим человеком, хотя я чувствовала, что я его люблю. И от него не воняет никогда ни перегаром, ни сигаретами, ни алкоголем, никакой гадостью. Он всегда спортивный, чистенький, спокойный и так далее, и так далее. И прям какой-то робин гуд. Потому что мы там когда гуляли, когда мои выходные были, вот он там из-за какую-то бабулечку от какого-то пьяницы заступался, защищал ее. И там ему скрутил руки. И какие-то пацаны палестинские вызвали ментов. И его забрали, этого пьяного, который там кидался, бить бабушку. И он, Мухамед, прям весь был в недоумении, в возмущении и так далее. Как можно так на пожилого человека, на женщину подмет руку? А у меня тогда так тыньк, что-то ну чересчур он как-то это самое. Прям, иди сюда, Люся. Прям возмущается. Ну да, я тоже была вне себя. Ну не до такой же степени, что он не затыкался ни днем, ни ночью и все говорил. Чего это вообще животное? На женщину руку поднять и так далее. Хотя ему потом это не помешало. На меня с усиком трехдневным замахиваться и так далее, чтобы меня построить. Ну ладно. Так что кто кричит вот это громче всех, что это не... Там что-то... Это возмутимо и тратата. Самые вот эти вот горластые, самые вот эти нарушители и есть. Вот. В общем, 90... С 92 по 93 зима. Я остановилась на перроне в Киеве. Мы ехали уже домой. В Жданов тогда еще переименовали. Не помню. По-моему, в 93-м. В Мариуполь снова. И я выхожу на перрон в этой своей тонюсенькой синей юбочке короткой, которая мне до колен не доходила сантиметров 20, а то и больше. Я худющая весила тогда. 46 я весила до того, как Ирочку родила. А здесь я весила уже, наверное, 40. Я постройнела еще килограмм на 5-6. Я была худющая, длиннющая, в рубашечке и в голубенькой, и в пиджачке. Я выхожу на перрон, открываю желтым таким скрученным флажком. Стою, заходят люди, выходят. И перрон почему-то был вообще очень-очень пустой. И я смотрю, так с конца перрона идет мое будущее счастье. Идет Мухаммед. Было очень холодно. Мел снег. И все так кружились снежинки в фонарях. Было очень-очень-очень красиво. Морозно. И он, короче, идет в такой голубой, прям бирюзовой, с какими-то там арабскими рисунками, вязями курточки. В бирюзовой, в такой яркой-яркой, в каких-то джинсах. Ты что там жрешь? Брось! Брось, сказала, брось! Брось! Зараза ты такая! Ужа косточку схватила. Скотелю-ка. Вот. И в таких джинсах, и в белых кроссовках. Адидас. Я очень хорошо помню, в чем он был одет. Я даже помню его гольф, который внутри. У него так свитерок, эта курточка была до половины расстегнутая. И там был такой сиренево-голубо. Какой-то серо-коричневый гольф, такими полосками широкими. Как у индусов. Индусы любят в такие цвета одеваться. Вот. И он подходит к моему вагону и говорит мне по-английски. I'm sorry. Я хочу ехать, извините, в этот... Донецка. В Донецка хочу ехать. I want to go в Донецк. Я говорю так, зеленый свет. Он говорит, меня обокрали. Там что-то у меня проблем. Короче, у него стырили все бабки. Какие-то там товары он привез из Ливана. часы, ремешки для часов, всевозможные какие-то кошельки. Короче, кожу какую-то там, всякие брелки, что-то там. И где-то в Москве он мне рассказывал, что он на... Китай-город, Китай-город. Там где-то стоял на картоночке, вот это продавал. На каком-то рынке, не знаю чего. И его же друзья из Сирии его бросили. Ну как, друзья, какой-то там был. То ли зэк, то ли кто-то. То ли Хасан его звали. Я уже не помню этих всех подробностей. Вот. И он там чуть ли на колени на этом перроне не становился. Не умолял меня отвезти его в Донецк. И я его взяла без. Тогда уже, кстати, требовали. Это был с 92-го на 93-й. Тогда уже миграционные вот эти штуки, чтобы пересекать из России в Украину, должны быть у иностранца миграционные вот эти штучки. А у него не было даже билета. Ни билета, ни денег, ни этой миграционной карты, ничего. И я помню, когда мы стояли там где-то на границе, я ему дала пиджак, электрика. А он был накачанный. Он очень много, короче, сидел в качалке в этом, в Ливане днем и ночью тогда. Вот. И был как, не знаю, Абу Али, или как там его называли их, самый крутой качок какой-то. Короче, Карнольд Шварценеггер. Он на руках ходил, как я, на ногах. Вот. И по ступенькам, и такой, и спортивный. И не курил тогда ничего. Короче, был очень такой весь заспортивленный. И реально от него всегда пахло, что он там чистый. И какие-то там, какие-то у него были вот эти хрени, как гзодоранты такие маленькие. А там, я не знаю, может, они были с какими-то феромонами, может, еще что-то. Но запах реально был охрененный. Кружил голову всем. Вокруг. И, в общем, я из своей сердобольности, жалости. Мы, короче, сидели с ним всю ночь, разговаривали в купе. И он мне рассказывал про свою, мне тогда еще неведомую страну, жаркую львам. Про своего папочку, который болеет. И что он вообще страдает. И хочет увидеть отца. Хоть пусть, это как его, хоть перед смертью увидеть. Вот, папа потом прожил еще 30 лет. Ну, не в этом дело. Умер вот в прошлом году. Алла-Ирхаму. Вот. И, в общем... Китютик! 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 Какой мордастик! Мне Наташенька Зырянова сейчас прислала рыжего кота, Майкуна. Она говорит, хочу такого. Боже, какой красавец! Привет! Тебе прям на портрет. Политбуро! Какая лапа! Привет! И я тогда слушала его, как он рассказывал со слезами на глазах про своего папочку. Про мамочку, которую я потом узнала, его мамочку. Он говорил, она так всегда... Голова кружится! Она падает в обморок! Я потом поняла, почему. Потому что она в день выкуривала по две пачки сигарет Мальборо красных. Дочка ей всегда привозила из Америки несколько блоков настоящих американских Мальборо. И она их курила. В день две пачки, я не шучу. Она одна. И выпивала по 20 фенжанов агуэ. Это значит по 20 вот таких вот, как они называются... Ну, таких, как маленькие, такие фарфоровые чашечки сваренного в турке кофе. По 20, мои любимые. Вы можете себе представить? Я, если выпью такую одну, я целый день буду до уханы. У меня целый день будет голова кружиться от натурального крепкого кофе без сахара сваренного. На открытом огне. Вот. А она пила по 20. Я тогда с кухни не уходила постоянно. Варила. Ох. Как-то все нужно. Не знаю, буду ставить это видео или нет. Люблю вас. Микроши. Всем божественного утра. Так, Валита? Скажи да!